Привет дорогие друзья, привет дорогие зрители, ну и чудо-комментаторы мое отдельное вам здравствуйте. Ну что ж, поговорим о Севке Адамяне. Ребята, невыносимо мальчику больше жить в таких условиях, ему так тяжело, он морально опустошен, морально выгорен, тревоги, приходится ночью подрываться, бегать, ну в общем, нелегка жизнь артиста и блогера. Еще и при этом нужно на этом, конечно же, не забыть снять контент, поэтому ему же просто вот все сидит в печенках. Бедный, несчастный, вот одному ему тяжело, но больше всего меня, конечно, поражают те куколки, те девочки, которые так о нем заботятся, так за него переживают и волнуются. Вот у нас оказывается моральное выгорание, вот это опустошение только у Севки, вот там стоят где-то пацаны наши люди, да, и плевать на их опустошение, на их выгорание, что им там невыносимо. То есть, простите, здесь сидит здоровая бугаина, которая ничем не обременена, и ему жизнь невыносима, а там жизнь оказывается малинная. Севка, так ты поменяйся с ними местами, чтобы тебе выносимо было, обостришь все, так сказать, чувства, адреналинщика нормально хапанешь. И посмотрим, как там ты на самом деле поймешь цену своей собственной жизни, как там ты будешь жаловаться о том, что тебе невыносимо. Но, ребята, его девочки, это, конечно, сильная, серьезная группа поддержки. Они ему желают терпения, всего самого лучшего в это время. Эх, где это терпение взять? Как вообще ему настроиться на нужный лад? Действительно, ребята, вот это забота, вот это переживание. Я так понимаю, что если бы Севка смог собрать всех своих куколок, мы бы увидели тысячу первую Надю на экране. Вот такую заботливую и трепетную, которая так переживает за то, чтобы ничего с Севушкой не приключилось. Ну и дальше, ребята, кто-то там в комментариях посмел себе рекламировать армянскую Севкину родню. На что Севка категорично и грозно заявил, что нехер у меня на канале рекламировать этот чатлах-матлах. Но действительно, как вообще можно упоминать Севкину родню на его канале? Тем более, после того, как человек неоднократно заявлял, что реклама на его канале стоит бабла. Отстегните бабла, скиньте Севушке донатик, так сказать, на подарок любимому блогеру, а потом уж рекламируйте, кого хотите. Ну и дальше перешли к теме того, полетели комментарии, ревнует ли Артем свою Свету к Севке, то, что Севка ее постоянно облизывает. Севка это все пресек и сказал, что, конечно, Артем не ревнует. Ну да, ребята, мужчине может быть неприятно, когда прикасаются к его женщине, тогда, когда эта женщина любимая. Вот когда ты, да, любишь человека, а не важно, женщина, мужчина, вот ты смотришь, да, подходит какая-то, например, женщина к твоему мужчине, начинает вешаться ему на шею, его лапзать, там за опу пощупывать, какая реакция будет. Ну ты подойдешь и скажешь, да, как минимум ты что, не в адеквате, вообще, в принципе, по факту, ты даже говорить ничего не будешь. За тебя это сделает сам твой муж и скажет, дама, вы вообще при памяти, вы нахрена меня за опу трогаете, с вами что-то не в порядке, не хвата, как говорит мама. Но это будет реакция нормальных, типичных людей. Но так как мы прекрасно понимаем, что Севку нормальные, типичные люди не окружают, поэтому, конечно же, Артемка ни разу не ревнует. Тем более, ребята, после того, как выяснилось, что Артем очень долго добивался знакомства с Севкой. Вот представьте, да, какой упоротый, какой-то запаянный чувак. Вот думаю, смотрю, например, на своего мужа, не могу представить, чтобы он долго искал и добивался, как же познакомиться с Севкой Адамяном и с ним сблизиться. И здесь, как выяснилось, Артем даже думал, через кого это лучше сделать. И, так сказать, свое звездное место и время, чтобы схватить удачу за хвост. Вот эту жар-птицу удачи, скажем так. И поэтому, конечно же, как он может ревновать? Мне кажется, если бы Севка у него на глазах даже там замолаживался его женой, чпокнул его жену, Артем и это бы заглотнул. Самое главное, чтобы Севка оставался рядом. Поэтому, действительно, если Света не сопротивляется, да, что чувак ее трогает и к ней прикасается и лезет с поцелуями, тем более Света сама лезет к нему целоваться. И при этом сам Артем не реагирует, чего Севку должно вообще трогать. Конечно, не ревнует, раз это позволяет и допускает. И ни один нормальный мужик не позволит другому распускать руки на его женщину. Ну, это нормально, да, как бы, ну как-то нормально, можешь спокойно на это реагировать. Поэтому, естественно, нам и объяснили, что успокойтесь, никаких ревностей нет и быть не может. Ну и дальше, ребята, нашлись те зрители, которые напомнили Наде, что в ней течет татарская кровь. Надя как бы не любит эту тему, начинает съезжать, говорить, я знаю, но мамка, ребята, здесь не смогла смолчать. И напомнила Наде, как в свое время татары двинулись с войной, напали на Украину. Надька, как оказалось, и этот факт знает, но не хочет она говорить на эту тему. И даже почему-то стыдится того, что она наполовину татарка. Ну и дальше перешли к теме того, как Севка встретил свою зрительницу в реальной жизни. И она, ребята, находится в искреннем шоке и недоумении, непонимании, как Севка и Кокки еще из-за этого самого Ютуба не перестали верить в людей и людям. И Севка, это все моя доброта. Севка, это все твоя работа. И вот что самое интересное, понимаете, постоянные терки, какой же ужасный Ютуб. Только у меня возникает вопрос, почему вы пасетесь на этом самом ужасном Ютубе. У Севки ужасные зрители, куколки его тоже ужасаются от зрителя. Чего вы тут сидите? Уходите с Ютуба и не соприкасайтесь с ужасными людьми и реальностями самого Ютуба. И поэтому, какой Севка создает контент на канале, такие люди его окружают. Вот возьмем, например, да, вроде Севка играет в Добренька. Возьмем, например, слово пацана, Сансара канал, Вася на сене. Вот у них контент помощи людям. Ребята, я не вижу там грязных комментариев. Там их тысячи. И реально промодерировать их невозможно. Но если там на 500 комментариев один негативный прилетает, это потолочная их статистика. И возьмите канал Севки. Поэтому и возникает вопрос, почему же этот блогер на себя тянет столько негатива. Все потому, что какой контент он демонстрирует, каким сам является, на то люди реагируют. То есть люди реагируют и пишут комментарии от увиденного. Если ты видишь, например, да, тебе показывают какого-нибудь малыша там в рюшиках, кудрявого, красивого, который там, я не знаю, булку жует, ты что ему напишешь что-то плохое? Нет, ты умилишься ребенком там, напишешь что-то хорошее, пожелаешь там всего самого лучшего этому ребенку и пойдешь дальше. Но если ты видишь неприкрытую грязь, как ты можешь ей восхищаться? Только в том случае, если тебе по жизни это ни дико и ни чуждо. Поэтому люди комментируют то, что они видят. И когда его куколки начинают, типа, вызверяться на вот этих людей, которые это комментируют, у меня возникает вопрос, а вы почему на это спокойно реагируете? Значит, для вас это не дико, для вас это не чуждо, поэтому его вы и поддерживаете. Ну и дальше, ребята, к мамке прилетел комментарий, что она кабуча. Я так понимаю, что это какой-то мат, какое-то нецензурное слово. И с Евко это прям выбешивает. Его мать так называть нельзя. Ну да, вот кого-то кабучей называть можно. Кого-то можно и на три буквы послать, и рассказать, что твое место на трассе и так далее. Вот кого-то можно. А его маму, конечно, кабучей называть нельзя. А все почему? Потому что это ранит Севкина самолюбие. Если мама кабуча, то он, получается, отпрысок чресел кабучи. Поэтому, конечно же, здесь Севка четко категоричен. Ну и опять-таки к теме Артема. Севка осознает, что Артем как бы искал с ним дружбы не просто так. Конечно, не просто так. И Артем судит людей всех по себе. Поэтому и утверждает, что Севку все используют. Конечно, все. А ты, Артемка, вот такой вот белый. Ты ни разу Севку не используешь в своих целях. Потому что, ребята, по большому счету, я специально, да, так как я рассказывала ранее, мне в ТикТоке выпадает постоянно канал этого самого Артема, я почитываю там комментарии. Их там очень мало, их там реально прочитать 10-15 штук, это ни о чем. Так вот, львиная доля людей, которые поддерживают самого Артемку и являются куколками Севки, они так и пишут, это Самвела друга. Как вы с Самвелом смотритесь? Вы с Самвелом классные ребята и так далее. Поэтому и выгоден Севке именно, вернее Артему именно Севка. Я, правда, не знаю, с какой целью, потому что ТикТок не монетизируется. Но я думаю, что у этого мальчика все впереди. Тем более, я думаю, это очень тешит его самолюбие, типа, да, статусность. Я дружу с самим Самвелом Адамяном, о котором, в принципе, в Днепре никто не знает, пока не скажешь Севка, да, или не напомнишь за мастер-шефа. Но для Артема, да, это показатель его какой-то статусности. Поэтому Артем и судит всех по себе, что все Севку используют. А с другой стороны, ребята, действительно используют, ведь никто не приходит к нему просто так. А каждый приходит со своей какой-то коростью, со своей какой-то целью. Нет у него настоящих искренних друзей. Ну вот покажите, кто с ним на самом деле дружит просто так. Потому что он классный парень, потому что хороший человек, хороший друг, который всегда там в нужное время, в любой ситуации подставит тебе свое плечо. Где эти друзья? Конечно, их нет. Надька тоже получает плюшки от контента. Марынке это нравится, потому что тоже, скорее всего, есть какой-то свой интерес. Может быть, ей нравится медийность, да, что ее снимают, и она может типа блеснуть своим умом. Коки, понятно, это вообще, да, он напрямую с кормушкой связан и так далее. Нет настоящих друзей рядом с Севкой. Поэтому, конечно, его используют. И они даже этого не пытаются скрывать. Ну и дальше затронули тему того, почему же мама с Надькой никак не пытались помочь Свете, да, помочь Наигрине с тем, чтобы накрыть стол, потом убрать. Мамка так и ответила, что мы должны были помогать. Там был колясик. Колясик молодец. Мама, ребята, видимо, приняла уже официально статус невесты в лице Коки. И поэтому по-всякому уже старается его, так сказать, подмазать, чтобы ночная кукушка не перепела дневную. Такие высказывания от мамы поразительны в сторону Коки. Она его прям расхваливала, расхваливала, что парень молодец. И всем, конечно же, до него далеко. А я смотрю и понимаю, слава богу, что всем мужикам до Коки далеко. Потому что представьте, если бы тысячи мужиков думали о капсулах, думали о косметологах, массажистах, мастерах-бровистах, шугаринге и прочем. Как хорошо, что всем мужикам до Коки далеко. Ну и оконцовка была такова с устами мамы, да, что вам завидно, как мы погуляли, поэтому вы и пишете гадости. Да, мама. Вот я смотрела, и прям зависть меня изнутри захолостнула. Я думаю, блин, как этого змея, злостного искусителя побороть и перестать вам завидовать. Ребята, думаю, капец, такая поляна накрыта. Винегрет, оливье, салатик там какой-то с зеленушки был. Что-то даже горячее подавали. И понимаю, думаю, блин, как я обзавидовалась, но вот как можно это реально пережить. Поэтому, конечно, мама, мы в очередной раз все дружной толпой вам позавидовали. Ну и Севка добавил тоже от себя пару слов по поводу того, что типа они забили на именинника и тусовались в своем обществе. Он сказал, ну и что, что днюха была у Андрея. Нам что, его на пьедестал поставить? Конечно, не надо поставить. Для вас был главный повод припереться на игре. Не вам этот Андрей и нахрен не сдался. Был он на том празднике, не был. Да даже если вся семья сцитника стала и свалила со стола, вы бы их отсутствие никак не заметили. Были увлечены контентом. Кстати, удивительна и реакция его семьи. Ну вот я бы, например, увидев, что мой муж не сидит за столом с людьми, тем более свой праздник. Как минимум пошла бы за ним и поинтересовалась, да, что случилось, что происходит, почему. Может быть, ты обиделся на что-то. Почему вот такая вот реакция? Почему такое поведение? Ну а всем было плевать света и сынок заботливый все сидели за столом. Никто папку не звал обратно. Ну и дальше поинтересовались, ребята, подушкой с Томасом. Как выяснилось, подушка стоит всего-навсего 700 гривен. Покупайте. Тем более, ребята, это такой шикарный лот. У мамы под головой побыла. Сальные железы, так сказать, мамкины выделения впитала. Подмышкой побыла. Да и не только подмышкой. Я думаю, она там путешествовала. Эта подушка, она по всему дивану металась. Поэтому обязательно покупайте подушку и даже не задумывайтесь. Ну и дальше, ребята, как выяснилось, детектор все-таки отменили, посчитав, что это не нужно никому. Ну, короче, Севка, как всегда, жути нагнал. Контента на этом запилил, как готовит Надю к опроснику. И на этом досвидош, что, в принципе, и требовалось доказать. Мама говорит, мы и так все знаем. Конечно, все знаем, потому что у Надьки все на лбу написано. Ну и дальше полетели комментарии по поводу того, что Надька пыталась всегда Севку со всеми его друзьями рассорить. И здесь сбунтовалась Надя и кричит, когда я пыталась Севку с кем-то рассорить, и уж тем более с Мариной. Мне, типа, фиолетово на Марину безразлично. Да, Надя? Глядя на тебя, мы так и понимаем о степени твоей безразличия и безучастности. Тебе абсолютно плевать на Маринку. Только действительно весь вечер на игре не ты упивалась и наслаждалась тем, как мутузят и рвут на клочья эту самую Маринку. И, кстати, достаточно подло рвать одного человека толпой, тем более за спиной, когда этого человека нет рядышком. И когда этот человек не может каждому из вас словесно ответить. Ну, то есть, согласитесь, удобно о Маринке высказываться, когда Маринки рядом нет. Почему-то, когда Маринка была рядом, да, и мутузила мамку и Надьку, там обе спасали. И почему-то рты свои закрыли, и отпор на Маринке дать не смогли. И Надька в первую очередь. А здесь, когда, конечно же, Маринки нет за столом, можно по-всякому ее мутузить, ответку давать. Только, знаешь, как Наде говорят, дорога ложка к обеду. Всему свое время. Вот тогда нужно было открывать свой рот, а не здесь и сейчас. Ну, и дальше, ребята, конечно же, перешли к музыкальным обзорам. Севка уже затронул и Винника. Винник тоже, ребята, вообще ни о чем. Ну, да, единственное преимущество, которое есть у Винника, это хороший голос. А репертуар у него, ну, так себе, для пенсионерок. Надя молчит. Надя, непонятно, почему ты не защищаешь своего фаворита? Почему ты позволяешь трогать Олега Винника? Тем более, ты утверждала ранее, что тебе очень нравится его творчество. Ребята, не знаю, я не могу сказать, что Винник поет для пенсионерок. И опять-таки, для кого бы он не пил, если он востребован, если он популярен, то почему нет? Но я так понимаю, что севки не дают покоя чужие лавры. Вот не дают покоя популярность человека, да, и тому подобное. Точно так же, как он затронул Пиловарова, который типа никакой, прыгает, скочит по сцене, вечно грязный, вечно мокрый. Да, Севка, ты прикинь, в какой он физической форме, какая у него физическая подготовка, что он может прыгать по этой самой сцене. Ты тут на пятый этаж поднимаешься и задыхаешься. Бутылку лишнюю с водой захватить не можешь. А пацан скочит по сцене и бывает даже по нескольку концертов в день дает. И поэтому я так понимаю, что все, что касается Звездного Олимпа, Севке не дает покоя. Хотел бы он находиться там, но статус не тот и не те возможности. Ну и дальше поинтересовались о Севке, какие же настольные игры он любит и любит Леонарды. Нарды у Севки ассоциируются сразу с Азербайджаном, чуханьем яиц и ничем хорошим. Больше никаких ассоциаций нет. Он их не любит. Но действительно, вы знаете, ребята, опять-таки очередное принижение целой нации. То есть если это азербайджанцы, то это обязательно те люди, которые должны себе постоянно чухать яйца. Севка, у тебя коки постоянно в штанах ковыряются, только он никакой нации реально не относится. Но постоянно чего-то там ковыряет, постоянно подергивает, ножкой подтрушивает. Так с кем, интересно, должны в таком случае украинцы ассоциироваться у людей? Ребята, я была в шорохе от этого сравнения. Ну и дальше, ребята, перейдем к прогрессу. Прогресс здесь налицо. Мамка сходила в туалет, даже дверь закрыла. У котика в этом лотке поковыряла, все это почистила и даже помыла руки. Вот это действительно прогресс не стоит на месте и идет вперед семимильными шагами. Ну и дальше очень интересный вопрос прилетел от Юли. Если бы ТВ не была матерью Севки, ездила бы Надя к ней. Но здесь Надька не растерялась и дала сразу же ответочку, что а как бы по-другому она узнала от ТВ, если бы не Севка. Но здесь и мама не осталась долгу, не стала молчать и сказала, что все твое окружение такое. Если бы не Ютуб, кто бы о тебе знал и кто бы к нам приезжал? Вот здесь, мама, прямое попадание в яблочко. Стопудово кому бы вы нахрен были нужны? От слова вообще и совсем никому. Ну и дальше, как Надя начала убеждать всех, оказывается, она приезжает не к Севке, а она приезжает к ТВ. Что хотите, говорите, а приезжает она к ТВ. Ну да, все логично, приезжает она, наяривает и спрашивает у Севки, можно ли приехать, но прется к маме. Поэтому, Надя, ты просто скажи, что Севка к себе тебя не приглашает. Если бы у тебя была возможность попасть к самому Севке, ты давным-давно была бы там. Просто говори правду, что туда тебя не зовут, тебе посрать на какой пятый этаж, подыматься на планетную или к Севке в его апартаменты. Просто места тебе в этих апартаментах нет, поэтому и приходится тебе дружить с ТВ и приезжать именно к ней и ждать того звездного часа, когда Севка приедет снимать с тобой контент. Поэтому не звезди, что ты приезжаешь к маме. Если ты дружишь с мамой, приезжаешь именно к ней, так какого хрена разрешение к приезду, да, для приезда, ты получаешь именно от Севки, а не от мамы. Почему же ты у нее не спрашиваешь, можно тебе приехать или нельзя? Поэтому, когда, ребята, она так говорит, ну вот видна вот эта ложь и фальшь. Ну и дальше Надя нам рассказала, что что хотите, то и говорите, но она изначально дружила с Севкой без всякой корости и продолжает дружить именно так же. Она ему по груб жизни благодарна, что он ей сделал операцию по поводу удаления грыжи. Как выяснилось, ребята, нигде в Полтавской области подобных операций, конечно же, не делают. Ни в Полтаве, ни в самом Кременчуге нигде таких операций не делают. Лучшие доктора только у нас в Днепре, поэтому Надька и делала ее здесь. И как выяснилось, сказала сама Надя, что Севка типа за нее очень переживал, очень волновался, что Надя не могла нормально жить и настаивал на операции. Но Севка в тупую, ей так же вот незначай прилетел вопрос, он ей ответил, я переживал, я не переживал. Надь, ты что, действительно думаешь, что кому-то ты важна и кому-то ты нужна и кто-то за тобой переживает? Да прекращай, всем абсолютно фиолетово было на тебя и на твою операцию. И как сказал сам Севка, что Надя сама выцегонила у него эту операцию тонкими намеками, как сказала мама, на большие обстоятельства. И это точно, намекала, намекала и дождалась того момента, когда сами предложат. Но это то же самое, что, например, я чего-то хочу, но в открытую я об этом не говорю, но я намекаю, что я этого хочу. И когда не понимают легких намеков, перехожу к более серьезным намекам. Но так, чтобы уже не отвертелись и конкретно сами предложили. Поэтому, Надя, ты так и говоришь, что ты их подвела к теме своей операции. И очень тебе удобно было, чтобы именно Севка ее и оплатил. Ну, ребята, вот такой обзор получился. Продолжение, конечно, следует. А пока со всеми прощаюсь. До новых встреч.